В сквер имени Валерия Осапова в Уссурийске изменился. Здесь появился сад памяти. Так называется ставшая международной акция, цель которой ежегодно высаживать 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну. В ней приняли участие и уссурийцы. Они собрались, чтобы посадить молодые деревья в честь приморских женщин, которые прошли войну. Именно здесь говорят о женщинах, которые столько сделали для нашей победы, для того, чтобы мы жили под мирным небом, работая в тылу, спасая умирающих, помогая им выжить. На акцию вместе с жителями вышли полицейские, сотрудники прокуратуры и ветераны боевых действий. Физической работой занялись военнослужащие отдельно реактивной артиллерийской бригады Восточного военного округа. Очень важно для воспитания подрастающего поколения. Наши молодежи, в том числе и военнослужащие, привлекаются к данному мероприятию. Вооружившись лопатами, уссурийцы высадили более 70 саженцев березы плосколистной и молодняка хвои. Это уже не первый сад памяти в Уссурийске. Память детям, после себя что-то оставить. У нас уже есть посаженные, кедры есть, елочки есть посаженные. Ну а здесь помочь надо людям. То, что аллею памяти сделали, это очень хорошо, это здорово, что мы, как говорится, помним своих предков, очень уважаем, ценим. Детки это, конечно, бегая все видят, знают, спрашивают, что, почему, кого. И поэтому очень здорово. Этот сквер назван в честь героя России Валерия Осапова. Он возглавлял 5-ю общевойсковую армию в Уссурийске. 7 лет назад он, выполняя боевую задачу, погиб в Сирии при обстреле. В акции сад памяти приняла участие вдова генерал-лейтенанта Валерия Осапова Ольга. Вообще, у этого места отдыха уссурийцев в районе северного городка уникальная история. В августе 1941 года именно здесь сформировали 112-ю танковую дивизию. Позже она стала танковой бригадой, дошла до Берлина и была одной из самых орденоносных и прославленных в советских вооруженных силах. В годы войны победу приближали и женщины. Новый сад памяти в Уссурийске посвятили им. И изготовили специальные таблички с именами прошедших войну. Поэтому все желающие могли прислать своих родственников, своих знакомых, чтобы мы посадили сегодня дерево, которое будет расти, радовать нас, наших детей. Мама, мама, дай я. Говори. Дерево напоминать будет Великое Отечество. Он будет напоминать, кто умер на войне. Чтить память. Чтить память. И мы будем гордиться, смотреть, как оно растет, расти вместе с ним и гордиться, да? Да. Завершили акцию памяти песнями военных лет, которые спели под гитару. Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.